Дрэк-рейсинг вышел из тени. В Тамбовском аэропорту прошли первые в области гонки по прямой на дистанции равной четверти мили. Несмотря на то, что гонщиков на старт вышло не так много, зрителям было на что посмотреть. Рассказывает Алла Лаврененко. Гонщики хлопочут около болидов, совершенствуя собственными конструкторскими разработками заводские образцы. Правда, в классах уличный, легкий и национальный, в которых и проходили спринтерские заезды, допускаются только минимальные изменения. Основное различие – объем двигателя. По дороге же без фары передвигаться нельзя, должен свет гореть. А сейчас мы вытащим и туда под капот пустим свежий воздух. Чем холоднее воздух, тем больше кислорода. Свежий аэропорт, а в слухой, воздух. Нет, это все приготовлено, это просто тут такие небольшие приготовления именно для заездов. На вопрос, глаза какой знойной красавицы изображены на капоте, Дмитрий Зайцев, немного поколебавшись, ответил жены, чтобы была рядом на всех соревнованиях. Дрэк-рейсингу или гонкам по прямой на 402 метра в Тамбове несколько лет. Собираются любители экстрима в основном ночью на заброшенном аэродроме или перекрывают трассу. И чувствуют себя героями фильма «Форсаж». Это движение получило широкую популярность в Европе, добралось до России и нашей области. На официальный уровень увлечения молодежи вывела областная федерация автоспорта. Правда, легализоваться решили только 10 гонщиков. Во-первых, это связано с тем, что на следующей неделе проходит в Воронеже, будет всероссийский кубок, это раз. Во-вторых, в Москве сегодня тоже проходят мероприятия, очень много машин поехали туда. И в-третьих, потому что у нас уже одно мероприятие, которое было запланировано, уже один раз срывалось, и народ уже как-то скептически отнес ко всему. Экзотики на взлетно-посадочной полосе было хоть отбавляя. Владельцы автомобиля имелились не только мощностью моторов. Музыкальное оснащение салона едва ли не большая гордость, чем двигатель под капотом. Соревнования по звуковому давлению в Тамбове также прошли впервые. Прибор выдает результат. В это приори интенсивность звука равна 139,5 децибела. Что касается результатов основного действия, то жена Дмитрия Зайцева, пусть и заочно, стала свидетелем победы мужа на первой в области трек-гонке. В классе Streetlight первенствовал Андрей Сиротюк на кроссовый Хонде Цивик. Одним словом, попробовать свои силы может каждый. Главное, умение водить машину и желание побеждать. Алло Лавриненко, Владимир Крынкин. Вести там. Алло Лавриненко, Владимир Крынкин.